всем доброе утро сегодня план минимум это пробежать три километра зафиксировать трешечку хочу еще для вас поснимать видео из садика как выглядит сейчас на садик в польше что дети кушают ну возможно прокомментирую что-то я думаю многим будет интересно также хочу записать вернее показать на камеру куплю продажи автомобиля потому что после выхода видео где сказал что купил машину за 215 220 долларов но в общем на то время это было 950 злотых мне написал один мужчина не в комментариях а в личном сообщении что как бы он не верит что можно купить машину в таком состоянии то есть как я показывал ну хотя там и ничего не показывал внутри ничего не показывал ну тем не менее сказал я не верю это вранье что можно купить там за 200 долларов машину причем иномарку но видно человек старой закалки так вот все это покажу но это будет все в конце видео обязательно дождитесь а я побежал всем хорошего дня не получилось сделать план минимум ведь насказываются долгие перерывы пробежал опять два с половиной но немножко лучше чем прошлый раз так что завтра будем ускоряться завтра думаю три точно пробегу уже зато нашел в лесу очень классный такой ставочек сразу вспомнил бабушку удочку самодельную дымок над водой красота что тебе есть конфетки до подскорна Потому что Лиля тоже носит подскольный конфет. Конфетки Лиля тоже носит? Ага, я тоже. А сейчас мы говорим, что Илья. А, Илья? Лила, Илья. Лила, Илья. Лила, Илья. Снимачек. Кошки, пошли снимачек. В садик тебе не разрешают снимаки. Они остаются на улице. А тут они нас рисают. Я посмотрю, что маленький мальчик. Что ты? Что ты думаешь? Не думай, что маленький мальчик. Наверное, он же учится. Это все. Это все. А, Илья. Сейчас ночью было. Тата, а что будет здесь на под вечер? А под вечер? А это старое, я не знаю новое. Новое в меню нету. Здесь есть морковковое пирожное. Какое-то. Со сливками. Вода минеральная. Здесь бук guess. Сколько я отдам. Прямо мне не можешь. Здесь бук해도 меня не сделано. Какое-то. У нас все зак делают. Кстати, они не могут сделать isso. Мне нужно их подれる. Что надо мне делать? Воздаю пирожные. Хорот, далек, пирожные. От這種umиум. Для説ти из dzi pizzas. Спiyi медową. Субтитры сделал DimaTorzok Что касается питания в садике. У детей в садике трехразовое питание. Это завтрак. Завтрак в себя включает булка с маслом, хлеб с шинкой, то есть с ветчиной. Это обязательно. Хлеб с маслом, с ветчиной или яичница с овощами. Хороший, полноценный завтрак. Дальше у них есть обед. Обед обязательно суп и что-то на второе. Это все привозят каждое утро. В таких контейнерах бутерброды, это все поштучно для каждого ребенка. Индивидуально тарелочки, чашечки, все это привозят. Есть так называемый подвечерок. Скорее всего это полдник. Они где-то в 15-30, в 16 часов они еще кушают. Это что-то легкое. Это может быть, допустим, печенье, там морковное печенье какое-то. Ну, смотрите, упор здесь у нас в садике, именно в этом садике сделан на здоровое питание. Без химии, без всяких там добавлений. То есть очень-очень здоровое питание. Дети на самом деле наедаются. И им очень это нравится. Ну, и нам это нравится, потому что детей приучают кушать здоровую еду. Не гадости какие-то, а здоровую еду. В общем, у них подвечерок такой, что они там фрукты какие-то кушают. Либо печенье морковное, сок, чаи. Чаи натуральные, чаи заварные. Чаи именно натуральные, на травах, там еще чем-то. То есть очень все натуральное. Еду в садик детей забирать. Выехал пораньше, потому что все-таки добираться 15 километров туда, 15, обратно. И у нас в такое время после четырех пробки бывают. Люди с работы едут, ну и, естественно, пробки. Не такие, конечно, как в Москве, но есть все равно пробочки. Почему мы возим туда так далеко? Но, во-первых, мы не найдем сейчас садика по этой цене за 350 злотых в месяц. Во-вторых, средняя дочь уже там идет в школу. То есть мы записали ее там в школу, и она там уже будет ходить. Но, собственно, потому мы и сейчас ездим туда. Потому что сейчас, смотрите, какой вопрос. Сейчас садик, допустим, минимум, наши знакомые узнавали, стоит 1000 злотых. То есть это в том районе, в котором мы ходим садик. Частный садик, я имею в виду. Государственный, я опять же скажу, я не знаю, сколько он стоит. Но могу узнать. Если интересно, напишите в комментариях, что вам интересно. Я обязательно узнаю. Что еще? И смотрите, 350. А так сейчас 1000 стоит садик. Ну, около 1000. То есть мне в любом случае выгоднее их возить машиной, чем находить здесь другой садик. Возможно, здесь садик будет не такой дорогой. Ну, я не... То есть мы узнавали, но все равно нам лучше туда ходить. То есть 350 злотых дешевле все равно не будет. Это точно. И потому выгодно возить в тот садик. Ну, и самая главная причина, пожалуй, почему мы все-таки ездим в тот садик. И каждый день я трачу 30 километров туда, 30 километров утром, 30 километров вечером. Но для ребенка все-таки смена садика – это некий стресс. И новые друзья, новые знакомства. Но это для маленького ребенка стресс. И потому все-таки мы решили этот год доходить еще в тот садик. А потом она уже пойдет в нулевой класс, в ту школу, куда ходит наша средняя дочь. Ну, и, наверное, последний плюс в том, что мы ездим сюда и обратно еду. Безу детей обратно еду, слушаю аудиокниги. Я очень люблю слушать аудиокниги, читать люблю, а также люблю слушать аудиокниги. Я на обратном пути включаю аудиокнигу и слушаю. Если я еду один, без жены, по детей, то я также беру и включаю аудиокнигу и слушаю. То есть приятность полезная – и детей еду забирать, и самообразованием занимаюсь. Так что плюсов больше, чем минусов в этом. Так что вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, моя купля-продажа Ford Fiesta, 950 злотых. Так что вполне реально купить здесь авто за 200-250 долларов.